МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинцы – удивительный народ, один из самых музыкальных, самых певучих. Душа как развернётся, а потом свернётся. Знайте адреналин какой. С Черкасской области, видные Украины, родители Натальи Чуриловой приехали в Хакасию по комсомольской путёвке. Мать строит комбольно-сухонный комбинат, отец на разрез в Черногорске. Родителей уже нет, но они оставили, конечно, нам много. Но это, во-первых, поэзия, литература, песни на семейных праздниках. Однако, хоть мы и украинцы, но Сибирь ведь нас приютила и стала родная, родней земля эта. Массовое заселение украинцами Сибири началось после обмены крепостного права в конце 19 века. Особый размах приобрело начале 20-го в результате Столыпинской аграрной реформы. За пять лет более трёх миллионов безземельных крестьян основали десятки тысяч населённых пунктов на суровых сибирских просторах. Село Кирово, Алтайского района Хакасии, в том числе. Дед Владимир Ковалёва со своей семьёй был одним из первых переселенцев, которые в 1908 году рискнули обживать привольные хакасские степи. Мой дед не жаловался. И земли дали им, давали и деньгами сколько-то, и лошадь давали. Оттуда же ехали они. Во-первых, долго, во-вторых, корову с лошадью не повезёшь. Поэтому материальная помощь им была дана. Суда на переселенческую семью составляло 150 рублей. Мужчины освобождались от воинской повинности, семьи от налогов на пять лет. В общем, мотивация серьёзная, несмотря на то, что процесс вживания был сложным. Хотя бы потому, что морозит в Сибири значительно крепче, чем на Украине, летом засухи, весной и осенью ранние заморские. Возникали земельные конфликты и с местным населением. Когда пришли наши крестьяне, здесь в Алтае был форпост, то есть земли были заняты казаками. И нашим дали, где село Новороссийское. И те, кто посмелее, забирали у казаков, потому что далеко на конях же ездили раньше. То есть была тежба, а вот мне прислали документы эти. Лариса Галаган в деличестве Ковалёва начала составлять родовое древо к юбилею села. Поспрашивала родственников, старожилов. Нашла архивные документы, чтобы узнать, как жили её предки, как преодолевали трудности, обживаясь на новом месте. Рассказывает, первое время строили шалаши и хаты из дёрна. На зиму копали землянки. Потом начали ставить саманные дома. Несколько таких ещё сохранилось в деревне. Копали глину, висели её с соломой, делали форму для кирпича. И потом этот кирпич залито высыхал. Вот, ну даже быстрее, как высох. И вот к осеннему складывали с кирпича. Потом обмазывали, внутри белили. Пол тоже делали глиняным. Крышу из соломы. Держали большое хозяйство, садили огород. В Украине яблоки, сливы, черешни растут свободно, как у нас, тополя. Здесь только дичка. Этот сад первые украинские переселенцы заложили лет сто назад. С незалежной, рассказывают старожилы, привезли семинар, а не это косточки, вишни. Дома, в усадьбе вырастили саженцы. А потом посадили их здесь, на хакасской земле. Богатые сады были практически в каждом селе, где жили украинцы, вспоминает Валентина Фролова. Ее дед с бабушкой приехали с Восточной Украины во время второй переселенческой волны в 20-30-х годах прошлого столетия. Дед Мина – это отец моей бабушки. Бабушка Анисия Миновна. А это дед Иван Андреевич. У деда фамилия была Туренко, у бабушки Василенко. А это их дети. Эту старую фотографию Валентина Викторовна берет в руки часто. Любит полистать семейный альбом, вспомнить детство, перебрать в памяти имена людей, обычаи, традиции, нюансы обрядов на Троицу, на Рождество. Каледовали, ходили друг к другу, колят, 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 да, там кто-то с печки выгляда. Мы никогда не помнили, чтобы у нас были пьяные люди, чтобы у нас были ругани в деревне. Если свадьба, то это вся деревня. Везут невесту, везут ее ящик с приданным, везут перину с одеялами. И, ну, кто-то останавливает среди улицы. Там выпили, там продали невесту, там немножко. Гулянки были всей деревней. Сейчас спою. Столы на украинской свадьбе всегда ломились от разносолов. Из обязательных бульбы и сала, а еще знаменитые вареники, галушки, борщ, который получается далеко не у каждой хозяйки. Вот, казалось бы, борщ. Что тут можно испортить? Все просто да нельзя. И все же, иной раз попробуешь, обычный суп со свеклой, не более того. Поэтому сегодня... Валентина Крамзина, уроженка Горловки, приехавшая по направлению в середине 80-х в Хакасию, поделится секретами борща донецкого с фасолью. Картошка, для того, чтобы она не сильно разваривалась, я делаю вот этот свой секрет, что замещаю половину капусты свежей на квашеную. Чтобы придать борщу неповторимый цвет и аромат, в пассеровку овощей нужно добавить уксуса или лимонной кислоты. Затем фасоль и толченое сало с луком. Зелень по вкусу минут пять, борщ покипит и настоится два часа. Потом можно угощать гостей. Надо сказать, гость на Украине, в соответствии с традициями хлебосольства, должен быть всегда желанным. Обидеть гостя, значит, согрешить перед Господом. А по исследовательским данным, верующих даже в регионах современной незалежной, от 70 до 96 процентов. Этот лик Николая Чудотворца, на потемневшей от времени деревянной доске, передала Валентине Фроловой мать. До этого икона висела в избе бабушки и деда. Мы просим Николая Угодника, чтобы он помог всем людям, всем добрым людям, всем добрым людям, чтобы все жили в мире и согласились. Леана Мирюгина, переселенка дня сегодняшнего, родилась на востоке Украины, в Днепропетровской области. В Киеве прожила десятки лет. Многое изменилось. Очень больно смотреть на тот народ, который там остался. Не можете говорить? Нет. Больно, конечно, больно. В России люди, допустим, они защищены, там люди не защищены. Леане очень сложно говорить, что родина признана самой бедной и коррумпированной страной в Европе, что и удалось установить очередной антирекорд и больше 40 процентов жителей Ридной Украины чувствуют себя несчастными, согласно данным исследований Американского института изучения общественного мнения. Больно за политический кризис, экономическую нестабильность, проблемы с газом и углем, войну в Донбассе, где люди гибнут до сих пор. В Хакасии нашли убежище десятки украинцев. С 2014 года в республике действует программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За четыре с лишним года участниками ее стали больше тысячи человек из 11 государств. 41 процент из них граждане Украины. Чем хорошо было для нас, в нашу экономику влились квалифицированные трудовые ресурсы для нас. Но для граждан, конечно, та беда, которая с ними случилась, но оказалась вот наша такая солнечная, доброжелательная Хакасия для них оказалась таким местом, которое они выбрали для постоянного места жительства, хотя выборы были у них среди субъектов всей России. Почти все трудоустроены, работают на производстве, в сфере образования и оказания услуг. Шесть человек открыли собственное дело и получили грант. На 120 тысяч семья Мерюгиных приобрела хорошее оборудование для шейной зоны. Как результат, они вполне успешно занимаются ремонтом, перетяжкой, изготовлением мягкой мебели. Надо очень много влаживать в рекламу, но достаточно уверенно стоим на ногах, то есть, в принципе, в этом плане проблем уже нет. В ноябре 2017 года в Екатеринбурге на форуме соотечественников опыт Хакасии получил высокую оценку. Был в прошлом году проведен и социологический опрос. Почти 80% жителей республики оценили межнациональные отношения, цитирую, как стабильные. Был я на востоке, до Забайкалья до 4 доезжал, и, говорю, в Германии служил, и в городе жил. Что-то у меня нет. Лучшее родное село не нашел. Конечно, родина, Хакасия. У нас здесь и дочь, у нас здесь работа, у нас здесь знакомые, у нас здесь нас и климат устраивает, и вообще все. И все нам это родное и близкое. У нас в Хакасии проживает более 100 народов, проживают дружно. Около 40 организаций у нас зарегистрированы, те, которые по этнической принадлежности, скажем, участвуют в мероприятиях, сохраняют традиции. И вот в том числе у нас и украинцы. Прошел в Хакасии фестиваль украинского борща. Министерство национальной политики выделяет гранты. В этом году общая их сумма составила 2 миллиона рублей, плюс 10 миллионов муниципальным образованием и 1 миллион 200 тысяч органам территориально-общественного самоуправления. Не говоря о грантах президентских, которых только в 2017 году на добрые дела в Хакасии удалось привлечь больше 19 миллионов. Часть из них пошла на поддержку украинской диаспоры, которая старается принимать участие во всех государственных праздниках Хакасии и России. Может, если я так выйду, они вспомнят про своих прадедушек, узнают. Родители вечером придут, спросят. Ну, вдруг напомню кому-нибудь о своих корнях. Мы объединились под российским флагом. Душой мы как бы украинцы, ну и россияне, а вообще сибиряки. Есть такая нация, может, она еще не записана, но есть сибиряки. За что стражался Тарас Бульба? За свою христианскую веру и за свою русскую землю. Это у Гогоря. Христианская вера и русская земля. Что можно к высказыванию классика добавить, не скажешь лучше. Да, в общем-то, и нечего. Субтитры создавал DimaTorzok